...народу. Конечно же, с любовью и с искренним сочувствием, состраданием. Однако я чувствую, что советские времена заложили в меня некий ложный веритет перед самим понятием народ. Ведь как нас учили. Народ – хозяин, власть народа. Все эти довольно-таки ложные понятия и представления, они вклинились в сознание, впечатались в него и мешает реализовать право критически относиться даже к самому народу. Как бы народ не критики. А почему, собственно говоря? Я могу вспомнить противоположную тенденцию, ну скажем, характерную для некоторых делушек своего дворянского общества, когда народ называли чернью, быдлом. Это другая крайность. Итак, мы вправе критически подходить к собственному народу. Все-таки это очень редкие моменты, когда народ воистину становится творцом истории. Как правило, это бунты, мятежи, революции. Я теперь не согласен с Александром Сергеевичем Пушкиным, что русский бунт бессмыслен. Нет. Он всегда вызван к жизни, самой жизнью. Он всегда есть сбрасывание давления, которое уже невыносимо для народа. И вот в эти моменты народ себя проявляет и как гениальный разрушитель, и как великий в то же время Созидатель. У нашего народа замечательная культурная память. Есть на что опереться, есть на что вспомнить. Наш народ воспитывался в духе общины, доброжелательности, солидарности, сочувственности. Сейчас многое из этого потеряно. Народ ожесточен, народ отчужден от власти, люди чужены друг от друга. Вот это гегелевское, марксовское отчуждение, оно сейчас работает на полную мощь. Сегодня я не чувствую народа как целое. Просто шла своеобразная атомизация, что ли, народа, его распыление. Это очень досадно, это очень досадно. Еще раз повторяю, может для того, чтобы народ проявил себя как целое, нужна экстремальная ситуация. Такая экстремальная ситуация была и в 17-м году, и в 41-м, и в 91-м. Тогда я мог гордиться своим народом. А что происходит потом? А потом происходит адаптация к чему? К безнадежности, к бесперспективности. Народ ведь тоже устает, как устает металл, как устает организм индивидуальный. Сегодня народ наш не есть единый, целостный, интегральный народ. Еще раз повторяю, имеет место своего рода дисперсия, рассеяние. Нет концентрации, нет этого единого интегрального поля, которому определяется дух нации. Поэтому народ потерял волю к историческому творчеству. Поэтому он потерял способность критически оценивать и себя, и собственную власть. Народ сейчас ничего не творит. Народ сейчас покорствует крайне серым, крайне рутинным обстоятельством. Мне больно и стыдно сегодня за свой народ. Хочу сказать, что именно в эти моменты усталости народ очень часто проявляет качество неадекватности. Неадекватности в оценке власти. Всегда слабость проявляется в том, что возникает культ сильного героя. Культ некой личности, призванной быть как бы вождем народа, лидером нации. Здесь есть прямое соответствие. Чем слабее народ, тем он больше жаждет псевдо-сильную личность. Фактически это указывает на бессознательный отказ народа от участия во власти. От того, что можно назвать народоправством. Народ хочет приложить время власти на кого-то другого. Это наша привычка, к этому нас приучали веками. И вот он ищет. Ищет, так сказать, я бы сказал так, снасть, орудие. Которое будет, так сказать, ведущей силой, направляющей силой, спасительной силой. И так далее, и так далее. Как правило, в своем выборе народ ошибается. Это, можно сказать, закон. Вот это аберрация. Это непонимание того, за кем ты идешь. Но эту аберрацию можно понять. Вот почему. У народа ведь и нет выбора. Кто выходит вперед, кто становится на вершину власти, тот и становится кумиром. Вот в чем дело. В России очень явно, очень отчетливо проявляется этот архетип. Архетип, вскрытый юнгом, архетип некоего старца-вождя. Ну, не знаю, это должен быть какой-то седобородый, там, и дряхлый, там, старец. Ну, вот такой человек, ну, как бы облеченный полномочиями старейшины, что ли. Вождя. Это архетип. Архетип, который имеет древнейшие корни. Ведь в чем суть-то психоанализа фрейдерского, юнговского? Нам нужно эти архетипы поднимать с уровня бессознательного, на уровне сознания и удалять негативный архетип. Что и сделала Европа, когда она встала на демократические рельсы. Что сделали Соединенные Штаты. Там нет этого архетипа старейшины. Архетипа отца нации. А у нас он есть. И этот архетип сегодня себя неожиданно проявил с невероятной силой. Это рецидив. Очень архаического. И, в общем-то, глубоко негативного явления. То, что мы сегодня наблюдаем, говорит о том, что мы очень сильно отстали от цивилизованного мира. Это бесспорно так. На нас давит вот эта традиция, на нас давит вот этот архетип сильной власти, идущей из времен, Богу весь каких глубоких. Ну, что здесь можно сделать? Я думаю, всякая просветительская работа малоэффективна. Здесь только жизнь может быть школой. Как правило, вот эти псевдоводвиженцы народа, с ним связи не имеют. Нет синергии народа и вождя. Отдавление такой синергии, то нет исторического творчества. Обратите внимание, культ личности очень редко сопровождается каким-то сотворством с этой личностью. Ну, такие моменты и были, когда народ шел за Лениным, когда народ шел за Сталиным. Но это были ведь моменты. Это не было чем-то перманентным, чем-то растянутым во времени. Сегодня, тем более, вот этот момент проявляется. Мы делаем ставку на человека, фактически никак не участвуя в деле спасения страны, в деле развития страны. Положились на случайную фигуру. И слава Богу, вы понимаете, в чем дело здесь? Так, фактически это отказ от ответственности. Вот культ личности, тем более личности явно не гениальной, явно не харизматической, говорит о том, что мы хотим уйти от ответственности. И делаем это очень небрежно, очень торопливо, совершенно невдумчиво, совершенно не критически. Это симптомы болезни, которые называют эндотофилией. Это знак влечения к небытию, к несуществованию. Я убежден, что рецидивы культ личности в России могут иметь место. Причем это могут быть рецидивы крайне сильные, но заведомо комичные. Несостоятельность всего того, о чем мы говорим, она самоочевидна, она бесспорна. Что нужно сделать для того, чтобы вот эти все архетипические структуры высветить, поднять на уровень сознания и жить? Для этого нужна свобода социального творчества. Для этого необходима прозрачная власть. Сама эта прозрачность, она обеспечивается народом. Народ делает глаз прозрачным, потому что он чувствует свою ответственность за нее и чувствует свою причастность к ней. Этого сейчас ничего нету. Так вот, развитие демократии снизу, развитие того, что я люблю называть прекрасным словом, народоправство. Там, где есть народоправство, там появляются настоящие лидеры, настоящие вожди. Я не боюсь слова «вождь». Оно красивое, оно очень русское, очень звучное, звонкое. А то, что мы имеем сегодня, это, конечно, замещение какого-то начала конструктивного и ценного, замещение фикции, замещение иллюзорной, мнимой фигуры. Это самообман. И самообман явно болезненный, явно патологический. Здесь необходимая терапия. Какая, я не знаю. Психоанализ на уровне нации. Но кто это может осуществить, мне, конечно, непонятно. Крайне важное качество и для сознания индивидуального, и для сознания общественного – это способность к критической саморефлексии. Разом – это начало, способное к критике. Сегодня данное качество не поощряется. Для того, чтобы это качество прогрессировало, необходима свободная пресса, необходима острой дискуссии, необходимое столкновение мнений на экранах, не сценированное столкновение, не искусственная какая-то диалогическая игра, а подлинная коллизия, подлинная альтернатива. Этого ничего нет, и поэтому критическая функция разума притупляется. Хотя, надо иметь в виду, что параллельно может происходить процесс отчуждения, озлобления, неприятия власти. Но вот эти моменты, они могут сопровождаться ростом культа личности. Вот культа личности, вот противоречия. С одной стороны, народ жалуется на то, что ему плохо, а с другой стороны, он ищет спасителя, так, и делает ставку на этого спасителя. Так вот, по поводу того, что такое народ. Вы знаете, это великая тайна. Это, если использовать, скажем, термин Корсавина, некая соборная сверхличность или мета-личность. Как сегодня личность персональная, да, обезличивается, подвергается нивелировке, то же самое происходит и со сверхличностью народа. Это друг друга изоморные процессы. Часть и целая. Возьми современного человека, как выборку, и ты поймешь, что такое народ. Я понимаю, здесь выборку надо делать очень корректно. Но все-таки, если бы сделаем серию таких выборов, мы поймем, что наш народ, который всегда культиировал без коровестия, ныне одержим стяжательством. Но я не хочу обобщать, я не хочу все мазать одной краской. Но я говорю про тенденцию, правильно, да? Сегодня вот эти элитруистические началы, свойственные русскому народу, они все вымываются, выветриваются. Это бесспорно так. И на уровне отдельной личности, и на уровне соборной сверхличности, которую мы учились, условились называть народом. Что я еще вот здесь могу сказать, Максим? Я вот даже затрудняюсь тут, да? Вот. Ты дай мне наводящий вопрос. Ну, я скажу так. Вот. Вот давай идти по аналогии. Идти по аналогии, так? Я попал в плен ложных ценностей. Вот я, андевит, так? У меня обуяла потребительская страсть. Но то же самое мы видим и у народа. Хотя он не слишком богат, а он все-таки очень любит покупать и стремиться это делать. И у нас, смотрите, какая мощная в России торговая сеть. Торговая сеть, она превосходит сеть производства. Парадокс, да? Это указывает на то, что мы живем все-таки в обществе потребления. Чего так не хотели, чего так боялись, но это так, да? Вот. Сегодня народ, как сверхличность, еще раз повторяю, не просматривается. Это личность дезинтегрированная. Это личность, которая где-то себя потеряла. Не навсегда, я думаю. Но нынче это так. Вот. Ничего плохого я не хочу говорить про народ. Потому что здесь главное чувство должно быть. Это чувство соболезнования, сострадания. Наш народ прошел через экстремальные обстоятельства. И, естественно, он вымотан. Можно и должно говорить о социальной патологии на уровне народа. Народ может пережить стресс. Народ может пережить разочарование. Вот эта сверхличность, так? Вот ее эмоции. Народ может впасть в апатию, как падает отдельный человек, так? Народ может обмануться, как обманывается отдельный человек. Мне кажется, сегодня это все имеет место. И самообман, и апатия, и авторкия, какая-то вот такая бездеятельность, упование на какого-то вождя, который все решит, все даст, всем обеспечит. Сегодня творческая энергия народа минимизирована. Вот это бесспорно так. И, конечно, это упрек власти. Власть не заинтересована в том, чтобы пробуждать народную инициативу. Там, где инициатива, там всегда критический подход. Потому что каждое действие надо взвесить. А для того, чтобы взвесить поступок, надо критически оценить ситуацию. Лучше послушная масса. Лучше покорное быдло. Лучше одурманенная чернь. Самое страшное, что народ не имеет иммунитета против этого нивелирующего обезличивания, против этого монопулирования его сверхсознанием со стороны средств информации и так далее. Вот что опасно. Короче говоря, народ безмолвствует, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. И в данном случае это безмолвствие не является формой протеста. Оно является формой, скорее всего, равнодушия. Меня спрашивают о том, как надо понимать, что это выражение, авторкия народа. Понятие авторкия, оно восходит к стойкам. К школе древнегреческой философии, которую мы связываем с понятием стоя. Авторкия – это отрешенность, отключенность от всего приходящего. Это не совсем равнодушие, это вот некоторая такая вот отстраненность от мирового процесса. Наш народ сегодня апатичен. Кстати, апатия тоже понятие стоическое, да? В силу многих причин. Первое – это усталость. Все-таки наш народ очень много чего пережил за последние. Считая столетия, так? Вот. И это невинно сказалось на его духовном самочувствии. На самочувствии этого огромного организма. Второе. Очень серьезная проблема – разочарование. Так. Разочарование – это один из источников стрессов. И для личности, и для сверхличности, как его является народ. Наш народ постоянно разочаровывался. И в Ленине, и в Сталине, и в Хрущеве, и в Брежневе, и в Горбачеве, и в Ельцине. Какая-то надежда появляется, вспышка пассионарности. И быстрые иллюзии развеиваются. Вот эта негативная энергия разочарования. Она очень сильно работает сегодня в народе. Ну вот сейчас мы там, скажем, очаровались там, скажем, Владимир Владимировичем Путином. Я ничего против него плохого сказать не хочу в данном контексте. Ну, что надо понимать, да? Чем сильнее очарование, тем сильнее и разочарование, да? И даже наоборот, тут происходит некоторое умножение энергии. Если она была позитивной, то она становится негативной. И она, эта энергия умножается, усиливается. Вот что надо иметь в виду. Пассионарность – это качество очень таинственное. Оно связано с генами, оно связано с космосом. Я этот термин Гумилёва принимаю со всей серьёзностью. Я против, скажем, теории Шпенглера, которая говорит, что каждая культура имеет тысячу лет для своего развития. Проходит момент завязи, рассвета, угасания. Мы знаем культуру, которая давно пережила этот фатальный срок, установленный Шпенглером. И переживает состояние пассионарности. Возьмите Китай. Многие страны Востока. Очень древние. Они сегодня на взлёте. Это великая тайна. Это великая тайна. Быть может, тайна, ещё раз повторяю, не социальная, а биокосмическая. Ясно, что наш народ сегодня находится в состоянии далеко не пассионарном. Можно искать для этого внешние причины. И они налицо. И они мной названы. А глубинные причины скрыты. Но побеждает пассионарный народ. Вот в чём дело. А народ, который это качество утратил, он элиминируется, он растворяется. В пришельцах. Это известный урок истории. Каково демографическое будущее моего народа? Это очень трудно сказать. Но тут надо искать аналогии. Вспомним судьбу многих великих государств. Где шумеры? Где акации? Где вавилонцы? Правильно, да? А где фракийцы? Где хрегийцы? Где лекийцы? Конечно, сегодня мы знаем греков. Конечно, сегодня есть иранцы. Конечно, что-то сохраняется. Что-то обнаруживает устойчивость. Но сколько народов... Сколько народов мы не можем сейчас уже досчитаться. Они ведь не элиминированы физически. Они не были умерщвлены. Они именно растворились в этих потоках этнических. Как, скажем, у нас на севере, когда-то в 10-11 веке, произошло соединение славянских кровей с виногородскими. И уже говорить об идентичности русской или самской очень трудно. Возьмем для примера и Северную, и Центральную, и Южную Америку. Вот судьба индейских времен, которые вошли в контакт с испанцами. Возникла совершенно новая, я не скажу раса, но какая-то новая этническая форма. Ну, назовите их метисами или малатами, как угодно. Ну, что здесь страшного-то? Это нормально. Есть народы, которые очень, так сказать, беспокоятся за свою идентичность. Возьмите, в качестве примера, Японию. Она в этом плане крайне консервативна. Она препятствует бракам межнациональным. Ну, никакой резкой формы, она, тем не менее, не подчеряет их. Вот. Очень долго еврейский народ эту линию выдерживал, и молодец. В труднейших условиях он сохранил свою идентичность. А сколько народов вот именно растворилось, смешалось, так? Исчезло в этих потоках. Это же не смерть, это же не рок, не фатум. Я думаю, что вот Россия, если она не вернется в себе пассионарность, она станет вот таким полем для синтеза, прежде всего, славянских племен, славянских кровей с пришельцами из стран ислама и из Китая. Я думаю, что, скажем, Сибирь через 100-200 лет, это очень будет в этническом плане сложная и гетерогенная область. Это ведь, знаете, это ведь не политика, это жизнь. Как сказал Владимир Иванович Вернадский, живое вещество течет. Течет, да? Сегодня мы видим, как вот струйки, струйки, так сказать, будущего проникают в наше поле, в нашу ткань. Возьмите рынки, где очень много азербайджанцев. Верно, да? Можно это регулировать? Можно, но я думаю, что природа сильнее, чем политика, чем экономика. Живое вещество растекается, и где есть ниша незаполненная, она непременно, эта ниша будет занята. Если мы сами не смогли этого сделать, то святое место пусто не будет. За что я люблю либеральный Запад? За то, что он взял на вооружение идеи критического рационализма. Школа Декарта, школа радикального сомнения, школа Канта, Канта, который подвергает скептическому пересмотру все наши амбиции, прежде всего познавательные амбиции. Не бояться критиковать себя, других, прежде всего, себя. Потому что вот это качество критичности, оно теснейшим образом связано с качеством витальности. Критика, самокритика, это тоже позволяет совершенствоваться. Это тоже работает на своеобразный естественный отбор. Понят, это даже не биологически, а на уровне хотя бы даже игры. Выигрывает тот, кто умеет более критично, значит, более адекватно. Оцените себя и ситуацию. Нормальное, здоровое общество должно поощрять вот эту составляющую разума. Разум критичен. Это заложено в природу разума. А мы видим, наоборот, подавление этого момента. Власть, которая не любит критики, заведомо власть несостоятельная. Это нормальная ситуация, когда мы критикуем и власть, и себя во власти. Я хочу сказать одно, что этот процесс должен быть тотальным. Критицизм должен быть всесторонним. Я критикую власть, я критикую лидера, но я и на себя смотрю критически. И в нашем социуме, еще раз повторяю, критика всегда подавлялась. Это инерция советских времен. Но я хочу сказать, что и в царское время критика была всегда как-то вот обуженной. И всегда мы чувствовали чески. Хотя Россия знала условия относительной свободы слова относительной свободы слова и времена Александра Второго, и во времена Николая Второго. Что было, то было. Так? Это можно проследить по истории юмора, по истории карикатуры. Я, в этот мир, не могу вспомнить, чтобы в наших газетах были карикатуры на Путина. Не знаю, есть они или нет. По-моему, нет. Ну ведь в любой стране, которая считается демократической, такие карикатуры уйма. В Америке наверняка масса карикатур на Джорджа Буша. О чем это говорит? Это симптом. Это симптом. Отношение власти к юмору. А юмор есть одна из форм критики, самокритики, критической рефлексии в целом. Юмор – это великая сила. Это уникальная, уникальная способность человека отнестись с юмором к ситуации, которая, в общем-то, негативная, которая, может быть, требует слез, а не смеха. Но смех-то и помогает эту ситуацию выправить. Я бы сказал так. Итак, отношение к смеху, к смеховой культуре – это лакмусовая бумажка, по которой проверяется качество власти. Если власть запрещает карикатуру, если власть запрещает пародировать себя, пародировать на разных уровнях, будь это пантомима, будь это какой-то кукольный театр или что там хо, что ты здесь можешь привести в качестве примера. Это признак, прежде всего, неуверенности власти в себе. А что такое неуверенность? Это невротичность определенного рода. Власть, которая в себе неуверенна, она и курс-то будет прокладывать очень неуверенно, с оглядками, с неизбежными ошибками. Гомо-сапиенс – это человек смеющийся. Вот это прекрасная форма. Смех – это важнейший аспект свободы. И когда общество становится слишком серьезным, серьезным, я так бы сказал, то это знак того, что оно не градирует, так мы скажем прямо. Условием продвижения вперед является отрицание. Я люблю гейлевские законы отрицания, отрицания. Как бы его не критиковали. Вот. Нужно усомниться в том, что есть. Нужно критически, придирчиво, перетрясти привычные догмы, привычные схемы. Высмейте их, потому что смех, он оптимален. Смех, он очень, я бы сказал, антрогетически выгоден. Смеховой разряд, он действует очень мощно, он очищает атмосферу, он как вспышка, да, помогает увидеть суть вещей. Мы переживаем то, что Шутковский назвал вот состоянием остранения. То, к чему относились серьезно, вдруг пристало смешным, остранилось и стало, возможно, это жившее из себя образование как-то переделать, отказаться от него, ну, что-то предпринять, так, а не сидеть, сложа руки. Мне очень печально, что сегодня в России мало смеются. А если смеются, то это смех недобрый, смех людей закомплексованных, сухой, может быть, желчный в чем-то смех, так, вот нет этого здорового, раскованного, игрового, широкого, вольного смеха. я думаю, это важнейший показатель состояния общества. Наши лидеры уж очень серьезны. За этой серьезностью стоит, может быть, не глубина истинная, фундаментальная, а пустота. Пустота, которая чревата для нас чем? Ну, я бы сказал так, чревата величайшей скукой. Вот это тоже очень такое важное понятие скука. Скукотища. Это категория социальной жизни. Мы живем в скучном социуме. Можно умереть от скуки в нем. Нет витальности, а смех витален. Великий Бергсон, создатель теории жизненного порыва, написал книгу «Смех» называется. Лерир по-французски. Прекрасная книга. Воскресенье я бы сказал так. Нынешняя лунасть была бы очень рада, если бы способность к смеху в чеке вообще элиминировалась. Так легче управлять людьми. Серьезными людьми управлять легче, чем людьми смеющимися, хохочущимися. Раблизианское начало, присущее нашей культуре, вспомнить наши народные праздники. Оно, конечно, сегодня находится под сильнейшим прессом. Очень серьезная власть. И отсюда очень серьезные негативные последствия. лунасть лунасть Продолжение следует...